Добрый день, Игнарик Тихонович! Давно вас не было. Ну что, Душенов позвонил, Константин? Нет, не позвонил. А что же он так? Ну ладно. Может быть я еще позвоню ему, скажу что. Поподробнее, Сергей, расскажи, как ты его нашел и как разговаривал? Так я позвонил ему домой. Телефон дали, позвонил домой, взяла трубку жена. Он был за городом, его не было. Я говорю, вот запишите, там Игнатий, продиктовал там каждую букву, Игнатий 10. И просил позвонить. Она говорит, а он знает его? Я говорю, знает. Он когда освободился, они разговаривали по телефону. Поэтому, как бы, думаю, что он будет рад позвонить ему. Ну, она говорит, хорошо, я передам. Дело в том, что с Еленой-то мы хорошо знакомы. Мы делали неоднократно сборы средств. И через нашу одну сестру, она блокадница ленинградская. И каждый год их блокадников собирает, и мы с ней передавали. А потом я ему передал книгу через Елену, жену его. Для слова Божия нету. Поэтому она меня лично не знает, но имела, как говорится, соприкосновение с нашей сестрой, которая каждый год ездит туда и с ней имеет общение. Не от нас. Понятно. Ну, странно. Она, как бы, даже не подала виду, что Валь знает вас хоть как-то. Она спросила, а он знает? Я говорю, ну, как знает? Он освободился, разговаривал с ним. Да, сразу позвонил. Как освободился, сразу позвонил мне. Вот. Я говорю, поэтому я думаю, что он будет рад. Ну, как бы, я тогда еще раз позвоню, постараюсь на него, на самого выйти. Но я думал, что она передаст ему, как бы, данную. Ну, я не знаю, передаст, не передаст. Дело в том, что нынче у нас был неприятный случай в поездке. Сломался мотор. Я давно-то уже, неделю, ну, месяц, наверное, как я ездил. Мы дальше намерены были, когда вернулись из-за рубежа. Наш путь был сначала в Мурманск, к Баренцеву морю, а потом ниже. Но попутно в Санкт-Петербург. И ему сообщили, и он сразу ответ дал. Что, ждем? И, ну, ждать мы сразу дали. Потом отбой, машина-то сломалась, и мы не виделись. То есть, мы не чужие друг к другу. Мы все эти годы молились за него. Мне нужно, вот в чем дело, я вижу, много он выставляет роликов, то, другое, в скайпе, в скайпе поговорить. Потому что эти вопросы... Нет, это я понимаю, я понимаю, что ну надо. Да и вообще, как бы, вы меня попросили, там уже дальше дело не мое, что вы там хотите говорить. Ну да. Как бы, правильно. Правильно. Просто я вот, ну, чувствую, раз я должен сделать, я пытался, но, как бы, жене передал. На него я не это, не попал. Но буду звонить тогда, у меня же телефон его есть домашний, и попаду как-нибудь. Мы тут старались найти адрес, телефон, и все, я вам переслал это. Да, 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 есть. Вот я на жену попал. Один раз вообще никого не было, один раз на жену попал. Я отзвонил два раза. Вот. Ну, жене я попросил, дал ей данные ваши. Ну, значит, еще не позвонил. И просто выйдите на него. Не выйдет сейчас, в следующий раз лично на него выйдете. Она могла засуетиться, могла забыть, мало ли что. Да, да. Дело в том, что я регулярно смотрю его ролики, которые выставляют. На политические вопросы он отвечает, там с кем-то беседует, знатные люди. Я вижу, что он политик большой, но мне хотелось с христианской стороны эти вопросы с ним обсудить. Ответить на его вопросы. Вот что ты имеешь в виду. Он мне не просто нужен, он нужен как человек, который влияет на умы людей, на многие. Понятно. Я сам его практически не смотрю. Сын у меня смотрит душевно. Оно. Частенько. Сын смотрит, а я как бы его не очень-то. Я больше отца Олега Стеняева. Ну, у меня к вам будет еще один вопрос. Ну, вернее, беседа. Вы прислали мне там ссылочку про сколько чего в Библии, сколько букв, сколько этих. И ссылаясь, как бы, ну, я видел ролик ваш про это. Ссылаясь на пятую главу Матматфея, что ни одна йота и ни одна черта из закона не приедет, пока не исполнится все. И там вы на русском языке количество буквы И, и дефисов, черточек. Да. Не согласен в корне. Почему? Потому что спаситель не говорил на русском языке. Он говорил на еврите, то есть, он говорил на арамейском, но писали на еврите евритскими буквами. Я думал, что вы знаете. Вот буква Ют, это вот такая вот, она, йота, потом ее перевели греки. А так буква Ют. Я-то еврит учил, учу. Я, Сергей, знаете, почему это сказал-то? Потому что русский синодальный перевод некоторые зазирают. Я для них сказал, вы правильно говорите. Я не за еврейский оригинал. А черта? Это огласовка. Она пишется вот, буква А, там, гласных букв нет в еврите. Нету, нету. А есть огласовки. Вот согласные буквами ставятся черточки там в виде буквы Т, точечки буквы И. Вот, Тора. Сергей, Сергей, не старайся об этом. Ты прав. Я-то сделал намек на том, что русская синодальная Библия, это высокоорганизованные люди, высокую профиль перевели. И не надо ее коверкать сегодня, чтобы мы поставили под контроль. Что там некоторые начинают выбрасывать, переводы другие делать. Всемирный перевод иеговистов. Все это чушь. У нас есть синодальный перевод. Я сказал, у него есть свой счет. Когда я обратился к Богу, я в первый раз прочитал на английском языке. Там данные такие были. Тогда интернета не было в книге. Сколько букв, сколько там другое. Я подумал, а где есть на русском языке? Я 50 лет искал и нигде не нашел. И тогда я сам засел и выдал вот эту справку для сохранения синодального перевода. Я не заботился об оригинале еврейском. Я его не знаю. Поэтому, что я буду говорить-то? Нет, просто для чего? Я не понимаю. Вот я не понимаю, для чего это нужно. Количество букв, количество ют. Ну, количество букв в Библии, это ладно. На русском языке я еще понимаю. Сочли там. Так. Ну, точки, запятые, точки с запятой, потом количество буквы И. Здесь уж конкретно тогда ссылается на закон. Христов говорит, не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Закон или пророков. Вот. Тора. Сергей, Сергей, не поясняй, ты прав. Я вот о чем говорю. Если ученые досконально стараются узнать, сколько миллиардов клеток в человеческом организме, сколько какого ДНК, сколько плазменного вещества, сколько звезд на небе, сколько растительности, сколько насекомых, то почему самое главное не узнать, сколько в нашей Библии на сандальном переводе-то. Я по-другому говорю. Вы правильно все говорите. Я не это имел в виду. Я считаю мотивацию. Ученому понятно, там, сколько клеток. Ему надо будет клетки эти лечить. Сколько звезды. Там звезды дадут имена, там, а пошибутся, потом еще там найдут новые звезды. Вот. И хотя и звезды, как говорится, разница в слове. Одни гаснут, другие появляются. Это меняется, вот это вот все. Все, что Господь, один одно отмирает, другое появляется. Картина меняется со временем. Библия, она, конечно, всегда одна и та же. Она и вчера, и сегодня, как и Господь, одно и то же. Вот. Вот. Ну, вот это вот, мне кажется, что Игнатий Тихонович, дорогой мой человек, что вот это вот превращение в букву, когда нет духа, это могут очень неправильно понять. Ну, сосчитаем мы буквы. Я понимаю, вот иудеи, они, да, там, каждому как же буквы, они привязываются, придают смысл, там, вот, высчитывают, переставляют, там, в слове буквы. Ну, может, там какой-то смысл есть. Все, я понял. Сергей, послушай. Посчитать. Вы знаете, как Библию переписывали евреи, масореты? Масореты? Вот, слушайте, один раз, слушайте внимательно. Я вам скажу, если не приходилось слышать. В первую очередь, на какой материал? Как специально благословенный человек? Как он пишет? В каждой строчке количество знаков подсчитывается и ставится цифра. В каждой строчке. Да это зачем? Не значение буквы, а количество. Это помогло им сохранить Библию в том виде, в котором она есть. Это Бог говорит, я бодрствую над словом моим. Дальше, если они пишут, и будет найдено три ошибки, свиток уничтожается. А то евреи, они сами изменили. Я подошел точно так же и к русской Библии, хотя бы по общему числу узнать. Кто ее будет считать? Вы не будете считать, вам не нужно. Мне это нужно. И многие люди благодарят. Наконец-то мы узнали, с чем сравнивать. Я вычитал, сколько Новый Завет. Я точно так же по буквам. Я ее начитывал, знаю, сколько гигабайт. Знаю, сколько времени слушать. И все это сравнил с Кораном. И я теперь показываю мусульманам, что ваш Коран меньше нашего Нового Завета на 1,18. И количество букв в переводе на русский язык. А нужно ли это? Ну, кому не нужно, он пройдет мимо. Мы много находим то, что нам не нужно. Это значит, не моя специальность. Библия моя специальность. И я тогда засел. Это не просто игрушка. Вы посмотрите, какие данные я выдал, которых нигде больше нет. И сегодня везде обращаются только к моим данным. Как мы на калькуляторах сидели и считали. Я это узнал 53 года назад. Вручную английскую Библию пересчитали в Англии в прошлом столетии. То почему мне, обладая компьютерной техникой, не сделать для русских? Я эти годы искал. Я люблю ее. Англичане любили, они сделали. Я искал на русском языке. Я знал, что мне хочется узнать. В сравнении с другими, как она выглядит. А не то, что я оригинал, давать значение буквы. Я этого не даю. Просто статистика. Это статистика. Ну, буква мертвит. Дух животворит. Вот в чем дело. Вы понимаете, чем англичане... Смотрите. Чем закончилось? Ну, посчитали. Любили Библию они, да. Буквы они посчитали, они выдали. А чем закончилось? Сначала англиканская церковь. Там женщин стали в священники рукополагать. Потом епископов стали. Женщин в епископов ставить. Потом венчать всякую мерзость. Там вот это однополые браки. Чем закончилось-то? Полный упадок. Ну, какое отношение, Сергей, подожди маленько. Ты прям не о том говоришь. Скажи, какое отношение, что люди отступили, иметь к тому, что знали, сколько букв? Одно с другим-то зачем? Вот начнешь говорить с сектантом. Это не надо. Главное, любовь. Главное, внутри. Буква убивает дух животворит. Все это говорят. Баптисты, сектанты, батюшки. Это же правильно. Это один разговор. Ну, борода только ухватились. Вроде он побрил бороду. Когда судили одного, я слышал такой рассказ. Ну, он с бородой. Борода у него такая черная. И судья говорит, я гляжу на вас, у вас такая борода черная, у вас и совесть такая же. Он говорит, ну, если по бороде судить, то у вас совести вообще нет. Ну, он говорит, ну, если по бороду судить, то у него букву убивает, как будто бы у него, он не знает ничего, у него букву не убивает, он вообще ничего не знает. Я это знаю, и мне немало, это не немало, нигде, ни в одном месте не помешало, ни много, ни мало, знать Библию и притворять ее в жизнь. Но я дал людям материал конкретный. Я всегда стараюсь, поясняю, улучшить. Вот скажите, я простой вопрос вам задам. Вы канон Андрея Критского считали? Конечно. Конечно. В каждый пост. Так скажите, пожалуйста, когда Андрей Критский жил? Андрей Критский четвертый век, да? Не, вы думаете, ты можешь хорошо сказать, я не знаю, чтобы тебе пятиться легче было. Еще четыре века добавь к этому. В восьмом веке? Ну, так вот, слушай, слушай. Ну, он по Библии весь покаянный канон. Послушай, я вас не упрекаю, я просто говорю. Я люблю этот канон. Каждый год молюсь. И вот я разговариваю с игуменами, архимандритами, с епископами. Я говорю, скажите, а вы считаете? Ну, что за вопрос-то? Мы обязаны считать. А почему он его написал? Ну, как почему? Ну, раскаивался. Так он не верующий был или верующий? Я вам передаю диалог. Со всеми одинаковый-то. Ну, конечно, верующий. А почему он написал этот канон для оглашенных? Как для оглашенных? Да он весь для оглашенных написан. Молитва трех ступеней. Первая, простительная. Дай, прости, помилуй, сохрани. Вторая, благодарение. Поднимаемся выше. За все благодарение. И третья, ангельская. Слава Богу за все. Это ангельская песня. Вы считаете святых отцов? Так, почему он написал именно покаянный канон? Почему он не написал благодарственное, не написал словословие? Он счастливее оглашенных себя считал. А почему? Я вам легко отвечу. Слушайте внимательно. Пятидесятый псалом, знаете, я не с вами разговариваю. Помилуй, чем этот псалом вызванный? Его тяжким согрешением. Он сделал два уголовных преступления. У живого мужа обнял жину и убил мужа. По обоим преступлениям Давид должен был умереть. Написано согласно закона, смерть. А царя помиловали, не убили. Благословен Господь. Так вот это согрешение, когда пришел к нему Нафан и обличил его, написано предисловие к этому псалму. И он тогда написал, вот этот грех, раскаяние, выстекло это пламя. Вот так же было у Андрея Критского. Когда разбирали Шестой Вселенский Собор, он подписал рукой своей анафему Шестому Вселенскому Собору. Он, Андрей, 430 епископов, сколько было, он всем подписал анафему. Но нашелся пророк, Дух Божий обличил его. И он схватился за голову. Что я наделал? И дезавуировал, отказался от своей подписи. И тогда Бог выстег из него вот этот канон. Допустим, 254 момента из всей Библии. Я теперь, ну хорошо, проходит 1300 лет. Почему никто об этом не задумался? А мне нужда. Я сажусь за канон, внимательно его просматриваю и начинаю переводить его, те же слова, те же события, на второе. Благодаря. И потом пишу третий канон вот этой рукой. То же самое слова, но только на словословие. Пример. Он говорит, не невитяне согрешили. Как они каялись. И дальше, помилуй меня, Боже, помилуй меня. Я пишу, этот канон оставляю, пишу рядом второй. И мы на нем молимся. Не невитяне согрешили, но ты помиловал. Как ты щедр, наш Господь. И как нам не благодарить тебя за это? Я такой же благодарю тебя. Вот это второе. Третье. Не невитяне согрешили, но милосердию твоему нет конца. Ему удивляется небо и земля. И словословие тебя, Господи, и я грешник покаявшийся, я благодарил тебя, но хочу подняться на третью ступень и славить. Как ты дивен. Аллилуйя. Слава Богу за все. Почему никто не написал 1300 лет вот это восхождение, а каждый год, долго-то одно, попутно, считают житие Марии Египетской. Каждый год, во время канона. Почему не считают житие Марии Магдалины? Мария Египетская не прожила ни одного дня по Евангелию. А Мария Магдалина была апостолом для апостолов. Мы еще должны соглашаться с этим. Меня это тревожит. Я вижу, пример никакого Мария Египетская не дает. Это нельзя повторять. Он не евангельский подвиг. 47 лет не причащалась. В пустыне была Бога. Говорит, идите по всему миру, как Мария Магдалина пошла до императора, дошла Тиверия. Вот как. Это я вот этой рукой написал. А сегодня, а как, почему до вас не написали? Я отвечаю просто, потому что я не родился еще. О, от злости лопаются. Это гордость. Ты не гордись за меня. Я писал и плакал. И каждая события. Нет, дело в том, что я думаю, что просто об этом никто не додумался. А почему не додумался? Вам Господь открыл. Почему? Нет, вот вам Господь открыл так. Нет, покаянный канон Андрея Критского я очень люблю. Он очень чудный. И все по слову Божьему. Вот в чем дело. Для оглашенного, Сергей. Для оглашенного. Мы уверовали. Мы дети Божьи. Вы считаете, что для оглашенного. А, например, я считаю, что для многих и этого мало. Даже не знают они, что это для оглашенных. Они считают... Поясняю. Это для нерожденных. По-другому скажу. Это для тех, кто в церкви нерожденные свыше. Рожденные свыше понимают, что теперь из меня Господь выжимает благодарность. И за все благодарите. А у православных, Господи помилуй, Господи помилуй, как заяц по болоту. Стращить ногами ничего нет. Как говорил Григорий, чудотворец, говорит, стрекочен, говорит, как сороки. Монахини, говорит, черные головешки. А Христа не знают. Ревновать надо в деле Божьем. Это правильно. Но здесь, как бы, канон Андрея Критского это чудная вещь. Конечно. И она, как бы, в настоящей церкви, она необходимая, потому что, чтобы объединить, как бы, всех, потому что мы разного уровня. И таких, как вы, может, вы один на всю русскую церковь, который прошел. А, например, для меня каждый год просто праздник слушать Священное Писание. А я вам скажу больше. Кто закончил семинарию, даже Академию, они не знают это по Библии. Они не знают. Поясняю. Но дело не в этом. Да, 254 события для людей, которые в руках Библию не держали, они ничего не понимают. Мы берем избирательный. Допустим, мы сегодня решили 10 человек выйти, и кто из Андрея Критского выходит из церкви, спросить, о чем считалось. А они знают только, помилуй меня Божий, больше ничего не знают. Я преподаю в разных университетах. Наступил Великий пост. Я начинаю разъяснять канон Андрея Критского. И у меня на это уходит 7 недель, чтобы разъяснить его по событиям. Поэтому это только отмазка. Это отмазка. И ни архиерея, никто не... Я говорю, ты думал об этом событии? Да, конечно, нет. Там только с места на место кидают и все. 254 события, Библию в один присест. Да кто ее знает-то? Отмазка? Нет. Я согласен, стопроцентно. Но, например, и мне никогда в голову не приходило, что есть еще вторая и третья ступень. Я даже и не думал об этом никогда. Но теперь ты знаешь, что молитва трех степеней. Первая, просительная. На ней католики, мусульмане и язычники. Все, дай, спаси, сохрани. Вторая, это первое послание. За все благодарите. И вот теперь все эти события, которые Андрей взял, их все перевести надо на вторую ступень. И припев должен быть. Благодарим Тебя, Боже, за все. Благодарим. На благодар. И третье. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. То есть все эти события, все, что он сказал, ничего не меняет. Но возвести на третью ангельскую ступень. Почему? Потому что православие, само название держит. Православие. Правильно славить. Я обратился. Я родился свыше. Я уже, помилую имя Божие, только вкрапляю на сегодняшний день. Я вообще прощен навеки. Я его чадо. Я все время благодарю его. Как? Молясь не получив, заранее благодарю. А дальше и за все надо славить. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Вот как надо. Чтобы вера была огненная. Чтобы ты был религиозно талантливым. А не просто букву долбил. Все правильно. Абсолютно верно. Да, возрастать в полноту. От силы в силу. Я вполне согласен. Да и аминь. Но как бы я понимаю еще, что вот это вот. Почет на русском языке буквы И, буквы Ю. Это немножко вводит в заблуждение незнающих людей. Вот. Почему? Потому что черта, здесь говорится о законе, а не о всей Библии. Именно о законе. Это раз. Во-вторых, там буква Ю, вот это вот, и еврейская, и вот эти вот потахи, черта. Они огласовки. Они несут определенную нагрузку. Понимаете? Я про еврейский не говорю, не говори, потому что пустотой идет. Я говорю о русском. Если говорится о законе, а Библии всей не было, но я-то живу в эпохе полной Библии, когда канун приняты. И я к нему отнесся так же благоговейно, как Господь сказал о законе своем. Вот и все, я только это хотел сказать. А что у нас буквы, все сочтенные в армейском оригинале, это Панин Иван Петрович, он 50 лет потратил на это. Знаете? Везде-везде семерка. Я вам вышлю этот материал, вы дайте куда выслать-то его. Да, по скайпу. А то не получится. Хорошо. Вот это я когда выставлю, у нас это будет в скайпе, вы зайдете, посмотрите нашу беседу. Ой, забыл, Сергей, прости меня. Мы все выставляем. Вы не против, что выставляется в интернет? Да, пожалуйста, пожалуйста. Посмотрите, чтобы претензий не было, потому что мы говорим о хорошем, о полезном. И на будущее, знаете, если у вас есть тайна, конфиденциальная, говорят, мне ни одного слова не говорить. Я ролик выбрасываю и прекратил встречи. Мне не надо запутывать этими тайнами. Я разговариваю с человеком, который тоже верующий, как вы. Ну, нет, выставляйте, мне скрывать нечего. Хорошо, теперь, под этим, что я сказал, что Библия высчитана до одной буковки, их местами переставить нельзя. Это, я выставлю материал под этим роликом, комментарии. Вы увидите, человек, профессор математики, 50 лет потратил, что сколько гласных, сколько там, какие названия, имена, сколько сочетаний букв, в еврейском каждая буква имеет цифровое значение, как в церковно-славянском. Везде все делится на семерку. Вот заметите. Причем совпадают примеры. Семерка, семерка, что? Дори ми фасоль ласи. Семь. Зрение, красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Для глаз, семерка. И все. Сколько беременна женщина, страус, леп, мышь, курица, парни, все делится на семерку. И неделя семидневная. Вот говорят, а что у других народов общая с нами? Все разное. Но есть три момента, только три. Которые у всех народности одинаковы. Первое, первое самое, все, абсолютно все, даже на Полинезийских там островах, они знают, что был потоп. Потоп. Иные понимают, а реально где-то как-то, но потоп был страшный, утонули, мы одни остались, там от них наш рот пошел. Второе, все абсолютно народности верят, что за дела на том свете, которые в Бога верят, имеются в виду, неогносики какие-то, что будет ответ, что там есть где-то подземное царство, человек переплывает на лодке, ну и греки верили, египтяне. И третье, третье, у всех народности семидневная неделя, в разные времена, начало года, разная длина месяца, но семидневная неделя. Вот. У всех народность, у всех религия от начала до конца. Игнат Тихонович, а вот разницу он среди народов приводит? Разницу? Повторите. Этот математик, вот вы сказали, что кроме трех вот таких причин, нет, разницу он, например, приводит между нами и англичанами? Нет, он переводит только на оригинале еврейском. Он работает с еврейским оригиналом, а новый зовет в греческом. И я вам выставлю материал. Это составит... О, мне интересно. А? Мне интересно, я-то еврейский язык знаю. Нет, одна электронная машина этого не может сделать. Вот, допустим, первое, раньше писались перекопы оммония, стихи отсутствовали. И вот, допустим, Христос говорит о слепорожденном. Вот это вот в еврейском языке, в греческом, но потому что новый завет, все делится на семерку. Количество гласных, согласных на семерку. Что интересно, имя Моисей не делилось на семерку до тех пор, пока не появилась книга откровения. Добавилось, не хватало одного. И вот человек этот математически, его пытались проверить, пытались местами, переставить места. Он сразу мгновенно высчитал и нашел. 50 лет. И при том по разным позициям. А что это за математик, простите? Попанин Иван Петрович, профессор, он в Америке был, иммигрант. Я вам дам данные. Там просто страшно считать. Это ни одна электронная машина этого не может сделать. Вот что бы ни говорил, мы говорим сейчас с вами, или книгу какую, на семерке ее нельзя сделать. Там смысла не будет. А Библия-то смысл имеет. И все точно по семеркам делится. И при том, один пакет делится на количество гласных, согласных. Если буквы эти взять, допустим, он берет с определенного стиха, или количество имен в родословной, только на семерку делится. Количество женских имен, по одной буквы считать, теперь по цифровому делится только на семерку. Когда считаешь, думаешь, это вообще невозможно. Это доказательство, что Библия дана Богом. Вот что он доказывает. Это не человеческий продукт. Ну, конечно. Я вам, когда это выставлю, под этим роликом, вот под этим, внизу комментарии будут. Ну, сейчас еще выставлять. Сергей Козлов выставляет, он как выставит, я так сразу добавлю. Ну, хорошо, я буду ждать. О, это материал огромный. А вы можете найти на моем форуме, он стоит. Зарядить слово Библия, и сразу найдете. На форум Библия? Да, по-русски. Запусти в Google или в Яндекс Игнатий Лапкин форум. По-русски. Так сделаю я. Да, и там есть, вы найдете это. Все, полностью идет материал, он большой. Ну, большой это что означает? Ну, не больше, как и страниц, 40. Ну, почитаю. Теперь я попутно хочу сказать. Вот. Я иногда пользуюсь словами, меня за это упрекает, когда я вел радиопередачи. Я три радиопрограммы регулярно вел много лет. Одна, две программы было непосредственно в ЭПИР. Одна была часовая, еженедельная, воскресенье для молодежи. Это пресса. Ровно сейчас я должен был с молодежью быть. Все это отняли. И вот, когда начинаешь людям говорить, ну, я же разговариваю с мирскими людьми, я привожу из разных поэтов, из писателей, из политиков. Как церковники на меня бросились. Да он берет там, этот человек там был, демокрит такой-то, Сократа берет, а он такой-то. Ну и что? Аристотеля, ну, я люблю, взял. Почему святые отцы Григория Богослов учились, это им не мешало? Я это применяю к Евангелию. К Евангелию. Я иногда поэтов беру, то, допустим, речь шла о матершине. Я не могу уважать человека самоубийцу, блудника и табакура. Но он талантливый. Вот Владимир Владимирович Маяковский. И он говорит, я один куплет, пусть с фронта борьбы поступают сводки, что вышли победителями из боя злого. Не выпито ни единого стакана водки, не сказано ни единого бранного слова. Ну что, разве это плохие слова? Ну, как... А меня церковники долгают. Да, у меня самая высшая антипатия, это Кульянову дворянину. Я, однако, привожу из его выдержки. Что такое политика? Очень здорово он сказал. Проститутка. Он говорит, умение управлять государством. Я теперь перехожу, ну, знаете, как дедуктивным методом Шерлок Холмс говорил у Конана Дойля. От бесконечно малого к большому. Я наоборот делаю. Это умение управлять областями. Тоже политика. Государство из областей состоит. Это умение управлять городом. Ну, область из городов. Это умение управлять семьей. Это тоже... И дальше, умение управлять самим собой. Вот это есть настоящая политика души. Ну, как... Владеющий собой лучше победителя города. Да, 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 завоевателя города. Завоевателя города, да. И еще, нужно быть религиозно талантливым. Это слово я впервые ухватил у отца Андрея Кураева, у дьякона. Религиозно талантливым. Мусульман называют. Допустим, я разговариваю со священниками. Я говорю, а почему вы Библию не знаете? Да там много непонятного. Неужели делать непонятного? Священник так говорит? Непонятного. Ну, я признаю. Так, а толкования, я говорю, да толкования много. Я говорю, ну, все вместе собрал блаженный фефилакт. У вас есть, конечно, есть. Ну, почему вы народу не говорите? Да там это... И вот начинает топтаться. И у меня, я все годы в университетах преподавал по блаженному фефилакту изучение священного писания, мировое искусство там. Вот. И я тогда уже, тогда подумал, а как же его сделать доступным? И вот теперь я издал трехтомник. Трехтомник. И в этом трехтомнике, который взял только два момента, где он говорит о необходимости изучения Библии и о обязанности всех, всюду, мужчин, женщин, висей проповедь, везде. Я два момента, я их делаю крупным шрифтом, вот таким, буква такая вот, я такими вот делаю, жирным, жирным шрифтом. И на него внизу отчеркиваю две полоски другим шрифтом ИЛ, Игнатий Лапкин. И делаю комментарии. Я разбавляю его, допустим, добавляю туда, что сказал Серапим Саровский, Игнатий Брещанинов, и положение сегодняшнее. Вы бы были, вы увидели бы, что я сделал 297 комментариев. Иногда эти комментарии занимают поллиста. Да, Канада говорила, и священники встречаются и говорят, вот вы выделили комментарии, а у меня есть блаженный Афипелаг, такого там нету. А я говорю, на сколько процентов уверен? На 100. Потом встречаемся. Так у меня там тоже есть. Я говорю, а почему оно мертвое было? Ты это не почувствовал, что это мертвое? Но когда я дал комментарий, когда выдел, ударил тебе в лоб-то вот так, и ты зашевелился, так это столько много он говорит, так это только баптисты так говорят. Баптистов не было, перестаньте. Не было. Блаженный Афипелаг, там баптисты записывают. А у меня баптисты просят теперь. Почему? Это чудо. Он в основном, конечно, он не скрывает. Основной брал он Иоанна Златоуста. Но более кратко по этим стихам. Но мне впервые, а он жил-то в 11 веке. Я спрашиваю, почему за 9 столетий никому в ум не пришло сделать его раскрытым на сегодняшний день, а перемолачивать оттуда. Я убрал все, что он говорит о разных сектах, которых нету сегодня. Ну нету их просто. Нету ни Богомилов, ни Новоциан. Но сегодня есть другие. Другие. И вот на это надо дать толкование теперь. И вот я их туда сегодня вставляю. Это сделал отец Геннадий, когда... Фаст. Фаст. Толкование нового апокалипсиса. Надо... Зачем мне нужно тех еретиков, которые исчезли? Их вообще нет нигде. Нужно сегодняшний день. Не актуально у них. Реально разобрать, как с ними разговаривать, как их обращать на путь истины. Это значит быть религиозно-талантливым. Мне это слово понравилось. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи, вас за науку. Игорь Чехович. Простите, что там пытался там... Ну... Разобраться. Вы сказали по ревности. Я принимаю. Я не обижаюсь. Спасибо, Господи. Я просто благодарен Богу, что вы так сказали. А что там за поп такой, что говорит, Библию я не изучаю, потому что непонятно. Что это за глупость такая? Да ты что, то ли, маленький. Непонятно. По кому непонятно? Рукоположили в диакона. Он идет, ну, после рукоположения, а мой-то брат, он протоиерей, родной брат, отец Аким. Они идут и говорят ему, ну, теперь ты диакон, надо проповедовать Евангелие-то. А он с Украины. А что это за книга? Что это за книга? Батюшка говорит ему, так это Евангелие Христа. Так ты его не знаешь, он говорит, нет, не считал никогда. А зачем же ты приехал гроши заробить? Гроши заробить. Зароблять, ну да. Так ты знаешь, сколько? А странно, Евангелие-то он же диакон, он читает на работе. Ну, Евангелие он считает, он ревет. Это как у Якуба Колоса, говорит, выходит и начинает медленно говорить так, как шмель в дупле. А потом, говорит, такой бущинный рев издает, кажется, или пуп оторвется, или сделает то, что в церкви делать нельзя. Ага. Нет, но дело в том, что как бы диакон должен слышать о Евангелии. Он Евангелие выходит читать. Перестань, перестань. Вот выходят митрополиты с первого собора, когда патриарх Тихон-то был, и в охрана стоит там красноармеец. И один епископ остановился, ну это назовут Антони, и он говорит, разве так Евангелие учат? А он ему знаешь, что ответил? А мы нам только давали крышку целовать. Крышку целовать. Нет, что мы так считали. Говорит, вот он меня, говорит, и посадил на место. Ну да. Вот и весь ответ. Мы по Евангелию не живем, и мы его не знаем. И поэтому нам нужно уста заклеить. А плакать, молиться и читать. И людям живое, чистое Евангелие. У нас будет ролик скоро. Мы вчера ночью ходили на главную елку. Разбились на группы и ходили, набрали сундуки целого Евангелия, четверо Ангелия. Выпущен по благословению патриарха Кирилла, красники. И людям всем, около елки, которые там всем раздавали и давали... Это визитка будет, это сказать, ролики будут. Они малыми были, я их на соединение к Сергею отправил. И они выйдут. И вы посмотрите, там какие будут внизу стихи. И никого кроме нас не было. Но там были мусульмане. Там были китайцы. И у нас были встречи. И мы людям раздавали, раздавали Евангелие. Дед Морозы такие. Да. И мы им давали. И каждому говорили, это Евангелие по благословению патриарха Кирилла. Помолитесь за него, чтобы его Господь сохранил. Хорошо. Слава Богу. Это мы в 12 ночи там шарились по площади-то. Живые вы вышли. Правда, на нас напал один пьяный баптист. Баптист пьяный? Баптист пьяный материл нас. Как? Баптисты не пьют вообще-то. Вот чудо какое. Баптисты они не пьют и не матерятся. Не пьют и не матерятся. Это удивительно. Баптисты... Но... А почему? Потому что в религиозной семье родился. И перешел эту грань. Странно. Вот и все. Я же не говорю такие баптисты. Но именно главное, нас не коммунисты. Даже полицейский участок я зашел и всем полицейским подарил. Там видно. И даю визитки. Никто не напал. Ни мусульмане, никто. А вот на... А он что, драться по лесу, что ли, баптисты? Да. Пьяный прям меня хватал и рвал. Там вообще... Ну ничего он не сделал. Ничего не сделал. А это засняли тоже, да? Маленько засняли, а дальше это... Ну, неудобно даже. Заснято немножко, где жена его удержит. Он с ребятишками там стоял. И вот удерживало его. Я посмотрел бы. Он наглодался или что, пьяный. Один мой мать и отец страдают и все. А. Так а вы знаете, что он баптист, потому что он из семьи баптистской, да? Потому что он всего лишь несколько лет назад принял у них крещение, хотя был крещен в православии. В православии был крещен почему? Потому что мать из баптистов обратилась. Обратилась к православию-то. А отец баптист. И он его заново там убедил или как перекрестить. Всего лишь несколько лет назад у баптистов крестился, у зарегистрированных всех Б. Какая странная судьба, да? Не ровняю. Не ровняю. Я просто так коснулась сказать. Да, судьба странная такая у человека. Страшная. Не столько странная. Да. Он как-то один раз пришел ко мне тут воевать. У меня тут кабеля какие были. В сарай все пооборвал и ушел руками. Это бандит какой-то просто. Бандит. Самый настоящий. Хулиган. Ну, надо же. Печально, печально. Но главное, что мы пошли, мы наметили это. И там видно, как мы идем. Две группы у нас было. И как людей говорим. Хотите получить подарок? Подарок. Последнее патриаршее издание. Мы одни и те же слова говорили. А где можно, немножко поговорили. Конечно, многие не принимали. Да и они, может, не нуждаются. Другие говорили, у нас уже есть. А другие фотографировали даже нас. Ну, люди-то пришли погулять. Там выпившие, наверное, многие. Нет. Выпивших очень мало. Там полицейских было достаточно. И играла музыка. И там все вокруг эти стены. Все изо льда. А внутри они заложили лампочки. Эти ледяные стены сверкают и горят. Такая чудесная елка. Там, ну, видите, там богатые. У нас край-то богатый. На выдумку. Да Россия вся богатая. Но почему Ломноцов сказал, будет перерастать Сибирь в Россию? Сибирь это жительство России. Россия дает гречки по Солнуху где-то 80% российского всего арсенала. Я знаю. У меня отец в Сомской области старый, из России. Ну, жена там. Он говорит, что там картошки, говорит. Такого на Кавказе нет. Они только кулями собирали большими. Картошку? Да. Так мы картошку в лагере. В лагере. Один год накопали 1400 ведер. Это сестрам, которые были там маленько, продали тут, чтобы купили хоть платьишко какие. У нас же все бесплатное. Ну да. Молодцы. Один год варенья мы наварили 300 литров. А из чего? Малина, смородина, сибирская облепиха, вот от ожогов там все. А, да. И там, ну, разная, это, юрга, там еще смородина красная, белая, черная. А это малина в лесу, да? В лесу, дикая. Клубника. Клубника на полях растет. Мы ее ведрами собираем. Ух ты. У нас растет здесь что, виноград, дыни, арбузы? Ну, все растет. Все растет. Ну, ты смотри, как хорошо. А у нас под Питером, значит, что, грибы, потом черника, голубика, и вот это растет. Черника, голубика собираем. Тут есть земляника. Земляника это в фойных лесах. И грибов везде много. Грибы у нас на телеге собирают. Ну, а у нас нет. У нас с корзиной. А у нас еще что тут в Сибири-то? Орехи кедровые, ошелушеные. Ну, да, я знаю. Привозили с Абакана. В Абакан ездили наши работники. Я работаю в компьютерной фирме, кладовщиком. И у нас там в Абакане был заказ, мы компьютер делали. И ездил человек там. Он привозил оттуда шелушеные орехи с Абакана. Да, 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 да. Вот. Ну, это Красноярску туда Абакан. Это ниже туда Хакасия. Да. Тува рядом. А еще девушка работала у нас. Она обратно уехала. С Новокузнецка тоже привозила разные варенья там. Все, мед привозила. Мед, мед в Сибирске славится. У нас меда здесь много. Вот, такие вещи. Как бы вот так вот. Слава Богу. Рано бы вас очень видеть. Там Павел появляется хоть иногда? Нет, не появляется. Я его не вижу. Я же в городе живу. А отец Аким, он неделю, в воскресенье одно здесь, а одно в Потеряевке. Он туда, завтра приедет сюда. Ну, он служит, да. Жалко с Павлом. Он служит, исповедует, причащает. Вот так. Мы же с Павлом, когда в Бишкеке жили, были друзьями. Там ездили и помогали, и собирались для молитвы. Один раз я с Петербурга ездил, привез духовную литературу. Мне здесь верующие дали. То, что купил, что дали, ну, я отвез в Бишкек. Пришел на вечернюю службу. Значит, там отслужили, ну, после службы вечерней, мы с Павлом, значит, вышли за ворота храма. И я показываю ему там книгу, рассматриваю. И подъезжает этот полицейский Бобон, нас туда заталкивает и отвозит в КГБ. Вот. Ну, откуда книги привез, туда-сюда. Да, ну, допросили и отпустили. У меня было так, в Афрунзе, тогда Бишкек не назывался, в Афрунзе. Ну, да. Ну, а там у полномочия был, он сильно злобился. Вишняков. Я знаю этот. Вишняков фамилия его. Вишняков, да. И вот, и он натравил на меня, я стоял молился в храме. В вечерне была. А там отец Валерий служил там. И в это время кто-то меня за рукав дернул, я сказал, выйдите. Я на крысота попятился, я думал, ему что-то спросить, в храме-то нельзя разговаривать-то. А в это время милиция меня схватила, но ограда у них, которая, идешь по крыльцу, она такая, ну, с разными велюшками. Я руку-то туда сунул, они меня тянут, а у меня рука на излом. Ну, тут выскочила моя родная сестра Евдокия, другие. И в это время священник быстро вышел из алтаря и подошел. И они меня отпустили. Отпустили, и под конвоем тогда повели. Я говорю, я никуда не уйду, пока служба не закончится. И они меня вокруг обвели, священник, в аномарку. И я встал на колени, и до самой службы стоял, а милиционеры рядом стояли. Ну, а даже как. Да. Это без меня было. А Валерия, я знаю, у него голос красивый. Я сейчас вам объясню. И вот когда закончилось, вышли мы, сели в машину, ну, и наши родные поехали. Привезли меня туда, а привезли начальник там, я не знаю, он киргиз или кто. И он сидит там, капитан какой-то, кажется. И он бумагу писать там, что. А уполномоченный по Киргизской республике, это большой чин, не меньше полковника. А, Алапаев был еще, Алапаев там. Ну, я не знаю, это был Вишняков. Ну, да. Вот. И вот он писать, ну, что он делал-то? Вот на меня-то, Лапкин записали. Что делал? Да он же, он людей собрал, проповедовал. Где он проповедовал? Ну, я говорю, служба шла, где я проповедовал? Так это в прошлое воскресенье. Он говорит, а в прошлое воскресенье-то при чем тут? Что он делал сегодня? Он не знает, что сказать. Он говорит, вы не смотрите, он ягненком тут прикинулся. Он когда говорил, вокруг него вся церковь там собиралась, а слушали. Ну, и правда слушали. Он говорит, а этот начальник-то, который записывал, он вот так вот записал. И вот так начинает ее скручивать бумажку. И вот так рулончиком-то все скрутил. Так больше ничего нет. Он порвал, бросил, идите отсюда. У меня дела такие, вы мешаете. Ну, мы вышли и пошли, запели. Вот и все. А Евдокия-то какая? В Георгиевке? В Георгиевке. Да, в Георгиевке. Это моя родная сестра Евдокия. Да я знаю, да. Она в Томске живет. В Томске. Вот. И мужа ее знает. В Георгиевке были мы у нее. Петр Григорьевич. А это Ирина и Михаил. Эти мы близко дружили. Ирина и Михаил, они живут в Тюмени. Или в Шиме. В Шиме. А в Бишкете мы с ними дружили. У него два сына и две дочери. Вот два сына и дочь, они женились и вышли замуж за американцев и уехали в Америку. А Никодима я знаю. Никодима-то Анна и Никодима, да? Они закончили вместе, кажется, с этим, с Сенем, Гнесинское училище в Москве. Музыка. Вы говорили, Никодима-то я помню. У меня же сын тоже Никодим. О-о-о. Мой сын Никодим, а мы приезжали в гости. Это 93-й год. Мой-то был 3 года, а Никодим был постарше уже, лет 6-7. Вот. И они там играли. Два Никодима. Редко же имя. Вот. У меня интересно. Привезли, оставили племянника. Он небольшой там, дошкольный еще был-то. Ну и каждый день молитва. Обстановка-то у меня другая, чем у них-то. И он, когда приехал, в Воронцовке жили-то. И там играют ребятишки. И на одного он осердился. Взял палку и говорит, ударь того по голове. Он говорит, а ты что сам не ударишь? А мне нельзя, я верующий. Ничего себе. Ребенок. Вот ребенок. Мне нельзя. Это как папа. Им нельзя скотину резать. А мясо можно есть. Ну да. Нет. Ну, это канонами запрещено. Охота. Я понимаю. Но и ребенку-то никто по канонам разрешал другого палкой по голове быть. Чужими руками-то. Да. Понятно. Ну, зато как все, но уже какой-то тормоз есть. Это не без руля и витрил. Уже знает, что самому нельзя делать. Да. Ты говоришь, ударь мне нельзя, я верующий. До того это смешно было. У нас одна здесь из старообрядцев, а у нее внук во дворе. Кто-то с ним разговаривает, а он вот так ей показывает фигу. А она в окно видит бабка-то. Она в окно ему стущит и называет его там, говорит, ты что делаешь-то? Он на бабку глинулся, повернулся и сразу по-старообрядчески два перста показал. Из фиги-то он многомерно сделал двуперся старообрядческой. Дескать, ничего у меня этого нет, а у меня только вот, я молюсь, ребенок. Понимаешь, у детей-то, говорят, не будете как дети, не войдете. Да сегодняшние дети-то, они не только в царство, их тюрьму уже не принимают. Там были еврейские дети, они воспитанные в законе. Ну, не надо, к словам Христа, приреплять сегодняшних, когда они что-то попало, вытворяют. Как он говорит, как отец Венедикта на месте Копкиной пустыни. Там одна мамаша приехала, говорит, вот у меня ребенок не слушается. Он говорит, что с ним делать? Может, в тюрьму, говорит. А она говорит, так он маленький еще, говорит, так может, в маленькую тюрьму. Одна, значит, он пришел, а ребенок уже, а сколько ребенку-то? Да уже неделю. Когда воспитывать батюшка начать? А он, архимандрит, говорит, уже на неделю опоздала, говорит. Ребенку она у груди матери неделю опоздала. Вот я знаю щенки, я занимался в уголовном розыске. Четыре месяца уже надо заниматься. Ну да. Но четыре месяца по собачьему сроку, это уже ребенку где-то лет семь. Ну, да-да, так и есть, да. А 15 лет, это по-нашему 70 или 80. Потому что всего жизни там 15 лет. Ну, я так-так, к слову сказал. Да, ну, кошки, кошки, собаки. Ну, ладно, я не об этом, не об этом. Вот когда я поднимаю руку, говорит, ты уже дальше не распространяйся. Я не то, что тебя прервать, потому что ты начал об еврейском языке, это другая область. Я говорю, почему я это сделал? Я этим выразил мою особую любовь к русскому синодальному переводу. Нет, дело в том, что я синодальный перевод уважаю, но я еврейский язык очень люблю. Я на нем стараюсь читать Священное Писание. Почему? Потому что там некоторые вещи можно... Вот, например, так, что в русском языке не поймешь. Потому что сказано, создал, взял из ребра, Господь Бог взял ребро и создал жену. Да. И назвал ее женой. Ибо от мужа взята. Да. На нашем языке непонятно. Муж, жена. А на иврите сказано, ибо от мужа... Муж, иш, мужчина, иш. А женщина, иша. Муж, женщина. Иш, иша. Ибо от мужа взята. Назвал ее иша. Женский род. Здесь как лис, лиса. Вот так вот примерно. И уже на языке все понятно. Здесь можно даже просто язык читать, и уже все много-многое понятно. Господь... А ты еще хочешь сказать, Сергей? Давай предположим так, что у тебя знание языка такое большое, еврейского языка, что если бы ты был в переводческой комиссии, то ты бы перевел не так. Я так понял. Вы знаете, некоторые вещи я бы перевел не так. В Ветхом Завете. Не говори, легче пятиться будет. Вот какое дело. Я разговаривал не с кем-то, а с Александром Менем, человек энциклопедических познаний, еврей. Он с оригиналами работает не по словарю. Я когда спросил, а вы могли бы перевести, как вот переводчик Хвольсон, Давид Авраамович, он сразу, да вы что, никогда. Так что я советую вам понизить... Дело в том, что нет. В Ветхий Завет, Ветхий Завет, там есть некоторые вещи. В Новый Завет прекрасно переведен. А вот Ветхий Завет, там есть такие вещи, которые, ну, не совпадают. Это я вам конкретно люблю. Сергей, четыре духовные академии. Переводили люди, которые знания сегодня таких переводчиков вообще нету. Просто не надо это. Вы себя пожалеете. Притом, трое из них уже канонизированные. Уже канонизированные. Русский синодальный перевод, один из самых лучших в мировой практике переводчиков. Ох, не зарекайтесь, Игнатий Тихонович. Не зарекайтесь. Я это говорю по отзывам людей, которые знают языки. Я же вам показывал, при первой встрече я вам говорил, вот по это самое. Ну ладно. Левит. Все, мы поделились мнением. Я спорить не любую. Не вообще не спорю. Я сказал только. Я думаю, что вот так перевод готовы бы сделать по-другому. Только те, кто наизусть не знает многого в Библии. Наизусть. Ему разницы нет. Но если я ее знаю, то для меня даже одно слово не так. В окончании одна буква. Вот недавно считали. Одна буква не так. Я сразу остановил. Пересчитать. Он считает опять неправильно. На третий раз давай и смотреть. Так я говорю, а почему ты считал? Не знаю. А у меня, что вы наизусть знаете? Не знаю. У меня перфокарта срабатывает. Я отдал этому полвека. Вот я вам просто... Ну, кто я такой, чтобы советовать? Но вот есть такая программа, цитата из Библии. Наверное, она у вас есть. Да. Вот посмотрите там перевод. Вот книги Левит. Вот там 23 глава. Как я вам говорил тогда. Да. Посмотрите на вот еврейский перевод и русский. Вот именно вот это опразднование Суккот. Суккот. Я понял. Все. Дальше не надо. Теперь. Я перевожу на Златоуста. Ян Златоуст греческий язык знал? Он грек. Да. Человек с высшим образованием. Ума. Палата. И он выходил. У него раскрывалось на... Четыре. Четыре. Четыре Библии. Сима, Хопедатиона, Акиллы и Септуагинта. И он ни одному не отдавал предпочтения. Четыре Библии было, да. Четыре. Четыре перевода. Перевода. Четыре. Да. И я говорю за это. Он не отдавал предпочтения ничему. Вот это правильный подход. Я читаю на английском языке. Я на английском языке старался сравнить с русским. Ну, допустим, покайтесь, ибо приблизилось царство небес. Еще непонятно. А в английском языке стоит at the hand. То есть покайтесь, принесите покаяние, ибо царство Божие под рукой. Ну, конечно, интересно, но они так перевели. At the hand? At the hand. Под рукой, рядом. А, at the hand. А тут приблизилось. Ну, еще непонятно, насколько. А тут, говорит, прям протяни руку и взял. Ну, да. Вот когда, говорит, отошел Христос на вержение камня. Я говорю, а что такое вержение камня? Ну, камень он на него поросил. Бросок камня. А? Ну, бросок камня. На бросок, на длину броска камня. Это средним было, допустим, 30 метров. Вот и все. Определенно. Он говорит, паки бытие, почему не перевели? А лама, лама, совахвани, почему не перевели? Талифа, куми, почему не перевели? Надо понимать, почему. Эти моменты переводчики оставили, прозвучало в той речи, как должно быть. Да. Это мои близкие. Переводчики были не четыре академии духовные. Это не надо, даже нельзя. Вот я разговариваю с немцами, с немцами. Было время. Я у них выступаю и говорю проповедь. И мне говорят, знаете язык? Я всегда знал, мои знания мизерные. Малипусенькие, микроскопические. Меня никогда не заносило в моих знаниях. Я всегда знал, что это далеко-далеко не предел. Я знаю Библию, знаю толкование. Но как многого еще мог бы достичь, но не дано мне. Так, ну что, Сергей, расстаемся? Мамасов, ну с наступающим Рождеством вас! Спасибо, Христос, Иван, так же. Спасибо. Значит, душенного, душенного поищи. Да, да. И ему сразу скажи, что я очень хотел бы с ним по скайпу встретиться и пообсуждать, если он сочтет нужным, те вопросы, которые он с другими людьми там обсуждает. Хорошо, я позвоню ему и постараюсь на него попасть и побеседовать. Ну, позвоню раз, другой все равно попадешь когда-то на него вечером, утром он дома-то бывает. Ну да, да, да. Спасибо, Господи. Поклон вам. До свидания. До свидания.